Обычно все встречи президентов проходят с помпой и церемониями. Но на этот раз обстоятельства экстраординарные, поскольку все озабочены одним – войной России против Украины. Финские и шведские лидеры буквально творят историю, завершая процесс подачи заявок на вступление в НАТО. Шаг, который долгое время считался немыслимым в Стокгольме и на который власти пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку. Финляндия уверенно движется по направлению к Альянсу. Что касается Швеции, то она, возможно, и не рвется в НАТО. Но нас фактически вынудили сделать это. На протяжении нескольких месяцев премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон повторяла, что членство в НАТО дестабилизирует регион. Но теперь она, похоже, готова повести страну в новую эру. Мы можем войти в НАТО с уверенностью и привнести в нее все лучшее из нашей истории. Мы ведь долгое время активно выступали за контроль над вооружениями, за мир, свободу, права человека. Однако не все в Швеции разделяют мнение, что страна сможет сохранить свою сокровенную идентичность в НАТО. Это не организация, работающая во имя мира. Это военный альянс. А военный альянс порождает только больше войн. Мы хотим сохранить мир для Швеции. Опросы показывают, что большинство шведов поддерживают вступление в НАТО. Молодое поколение больше настроено против. Я думаю, потому что они никогда не видели войны. Эта молодая украинка видела своими глазами, что такое война, и хотела бы, чтобы ее страна оказалась на месте Швеции. Я думаю, это было бы здорово, потому что моя страна находится в такой ситуации, когда мы должны защищать себя сами, без чьей-либо помощи. Но до сих пор закон фактически не допускал оказания военной помощи Швеции со стороны каких-либо других стран, кроме как в случае войны. На этой неделе парламент в Стокгольме будет голосовать по этому вопросу. Это дает нам возможность получить поддержку в Швеции в случае кризисной ситуации. Аналитик Эрик Братберг живет в Вашингтоне и прилетел в родную Швецию только для того, чтобы поприсутствовать при принятии судьбоносного решения. Он говорит, что даже если Швеция исторически и неоднозначно относилась к НАТО, Альянс относится к ней очень позитивно. НАТО и так с большим уважением относится к Швеции, но ее присоединение дает НАТО много новых возможностей. А Швеция это дает возможность более не рисковать своим будущим в одиночку, говорит аналитик.